Рамштайн Бокс вышел в 2015 году Все ринулись его покупать Поскольку кроме мутеров, стоящего немыслимых на тот момент уже денег И альбома 2009 года Оставшиеся 4 альбома на виниле официально не выпускались А тут еще и сборник раритетов По отдельности альбомы выпустили спустя 2 года Поэтому коробка была очень желанной для фанатов группы Несмотря на свою немалую цену Так вот давайте сравним юбилейные переиздания Скажем так, с первыми прессами альбомов из бокса Они по матрицам не отличаются от отдельных альбомов Вышивших в 2017 году Чем же нам сейчас ответят юбилейки Которые сейчас стоят в принципе приемлемо Начнем с первого альбома Разбитое сердце Простите, но My Deutsch Lama Patient Поэтому буду их называть по-русски Издание из бокса С красочно-эротическим конвертом В виде оформления полугулых музыкантов На фоне милого цветочка Логотип группы выполнен стеснением Качество полиграфии просто шикарное Свет, насыщенность, резкость Никаких претензий Сзади трек-лист и информация об альбоме Разворот не покажу Поскольку пленку если снять назад уже не натянешь Тем более, что в переиздании разворот с тем же точным оформлением Пластинки находятся внутри конвертиков с трек-листом и цветочками Милота да и только Также в издании присутствует буклет с фото участников группы Текстами, композицией и опять же цветочками Пластинки отпечатаны на Optimal Media в Германии Хороши по качеству, хотя не все идеально ровные Записаны далеко от яблок Поэтому падение качества вы не услышите Записаны среднегромко За счет этого дефекты массы хорошо маскируются Хотя реально их тут минимум Издание хорошо звучит Хотя звук на первых двух альбомах мне кажется таким плосковатым и недостаточно мощным Ладно, оцениваем винил, а не работу над звуком Как говорится, как сделали, так и послушаем В целом хорошо издали альбом Хотя Ван Дон Хул не слабо так добавляет звона к уже звонкому альбому Окей, пойдет Моя оценка 8 из 10 Цена издания 2017 года примерно 30 евро Что выгоднее, чем покупать бокс с шестью альбомами И бонус сборником примерно за 500 Причем с тем же звуком Далее давайте рассмотрим переиздание 2020 года На слепкейсе нас встречает еще больше голых мужиков Ну, точнее, количество-то их тоже Но картинка меньше кропнута по вертикали Правда, цветочка нет на заднем фоне Лого группы и название альбома с серебристым тиснением Впрочем, сзади треки исполнены так же Очень здорово Внутри слепкейса сам конверс с пластинками Оформление другое Цветочек есть, а вот фото в стиле Нью здесь уже нету Сзади трек-лист, ну и разворот Вот так вот он выглядит Внутренние конвертики такие же, как в предыдущем издании Только цветочки чуть другие Буклетик тоже слегка преобразили Но несущественно Сами пластинки на этот раз синий-черный сплаттеры Вот уж действительно вопрос к тому, кто выбирал цвет С чего вдруг синий? Ну да ладно По качеству массы пластинки тоже хорошие Хотя первая выгнута блюдцем По сути, проблема с кривым винилом перекочевала и сюда В остальном дефектов не нашел Играет так же чисто, громко, динамично и точно так же, как и варианты с бокса Поскольку матрицы, как вы наверное понимаете, точно те же Цвет винила негативно на звуке не сказался Хоть на этом спасибо Итого, моя оценка 9 из 10 Цена примерно 40 евро На фоне предыдущего издания Юбилейка выигрывает с липкейсом И не проигрывает по звуку Поэтому если альбома у вас еще нет То лучше чуть доплатить за свежак Хотя фронтальное оформление с липкейса Без ситкану выглядит как-то более уныло Далее Второй альбом Таска Качество конверта издания из бокса превосходное Полиграфия, фото, тиснение Все здорово Сзади трек-листы информации об издании Разворот посмотрим в Юбилейке А пока оценим тоскливые, невзрачные Внутренние конвертики Без цветочков, ностры к листам А также вкладку с пляжной панорамой И текстами композиций И еще тремя паспортными фотомузыкантов Оставшиеся два как раз находятся Внутри гидфолда Пластинки с Optimal Media На этот раз ровные и бездефектные Здесь ни к чему не придерусь По массе также превосходные Не шумят и не щелкают По амплитудно-частотной характеристике Ван Дон Хул выдал немало звона Опять же на и без того звонком альбоме Ладно, запишем такую яркость В специфику сведения Просто на фоне следующего альбома Мама Первые два звучат более плоско и слишком стерильно По динамике вопросов нет Моя оценка 7 из 10 Цена стартует от 30 евро Что по переизданию? Слипкейс, тиснение Сзади трек-лист Внутри конверт 3-фолд с пластинками На конверте 6 паспортных фотомузыкантов Пластинки во внутренних конвертах С трек-листом тоже с тиснением На обратной стороне мрачные фото с пляжа Куда интереснее комплектный буклет Вот здесь есть что посмотреть Много фото разбавленных текстами композиций Симпатично Что по пластинкам? На этот раз альбомы записаны на скорости 45 оборотов Да еще и добавили свежий микс трека Поиграй со мной Мелочь, а приятно Что по звуку? Ожидал услышать то же самое качество и звук Что и в предыдущем издании Но нет, звук менее яркий И не такой кричаще звонкий Высоких частот поубавили И это скорее хорошо Мне микс показался более драйвовым и ровным При этом динамика также хороша Да и чего говорить 45 оборотов тоже существенный плюс Поэтому при том же отличном качестве винила Результат порадовал На этот раз моя оценка 10 из 10 Цена примерно 40 евро И все бы хорошо, друзья Но вот у меня возникает вопрос Вот зачем было каждый альбом Разбивать на два винила? Речь не только о первых двух А обо всех Включая даже последнюю спичку и время Ведь продолжительность альбомов От 42 до 49 минут И даже те же пираты Издали все альбомы на одном виниле Не в защиту пиратов Но логика у них как-то развита больше Если кто-то скажет, что звук на двух винильных изданиях лучше Готов поспорить и привести тонну аргументов И примеров, когда немцы и голландцы Издавали альбомы и по 60 минут С превосходным звуком А тут, ну простите 45 минут средняя продолжительность Непонятно зачем Разве что логика диктует Чтобы удорожить издание Ну окей Хотите продать альбомы дороже Тогда почему бы сразу не записать на 45 оборотов Оставив кучу места у яблок Чтобы лучше было качество Ну простите, не все слушают винил на сферах И проблемы с угловой погрешностью Присущи только на бюджетных проигрывателях И стоковых головках В общем, спорно Не все понятно и крайне неудобно Каждые три трека бегать переворачивать пластинки Так сказать, максимальный уровень вовлечения В процесс прослушивания Причем не в лучшем исполнении Тот случай, когда удобнее слушать Своих же оцифровки со своих же пластинок Ну а по сегодняшним пластинкам скажу так У кого уже есть издания 2017 года Не вижу смысла брать юбилейки У кого нет ни единого издания Но очень хочется Вот тогда и есть смысл взять свежие переиздания Мне они понравились больше Особенно тоска По звуку интереснее Да и сплатера разбитого сердца Поинтереснее черных собратьев Что ж, друзья, на сегодня у меня все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях После прослушивания сэмплов Ну конечно самое главное Будьте здоровы! Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Спасибо!